Здравствуйте, дорогие мои! В эфире из-за студии имени Степашкина и ее преподаватель Вишнякова Татьяна Викторовна. Сегодня у нас будет очень интересный мастер-класс, который будет называться «Нарисуй себе море». Мы с вами его выполним в технике рисования маркерами. Итак, дорогие мои, посмотрите, я подготовила вот такую распечатку в стилистике графитового карандаша с этой фотографией. Как самостоятельно подготовить вот такой вот эскиз с фотографией, у нас есть с вами урок в мастер-классе «Цифровое искусство». Значит, также я, вот посмотрите, сделала предварительную выкраску цветов моих маркеров. Соответственно, нужно понимать, что вот какие-то вот такие вот совсем химические оттенки зеленого, фиолетового, синего я отложила в сторону, потому что данная композиция, в ней цвета яркие, но они все-таки приближены к природным, да, к цветам таким сдержанным, морским. С чего мы начнем в данной композиции работу? Работу мы начнем с прорисовки самых-самых-самых светлых мест композиции, потому что маркерами, ну, как бы выразиться, маркерами очень просто цвет передавить в темную сторону. Нам желательно этого избежать. Итак, моя выкраска готова. Вот, ну, обязательно, перед тем, как наносить маркер на работу, я его дополнительно проверяю на бумаге. Потому что маркер может засохнуть, пересохнуть, да, то есть рисовать, как бы, недостаточно качественно. Значит, вот, обратите внимание, у маркера есть сторона пера, которая широкая, и сторона пера, которая узкая. Также я использую для работы, возможно, для какой-то дальнейшей детализации, линер черного оттенка. Подчеркнуть черные какие-то тонкие детали, возможно, какие-то горные массивы. И также я, возможно, использую линер белый корректирующий. Итак, как я сказала, проверяем маркер на палитре нашей условной и начинаем работу с прокраса самых светлых деталей композиции. Маркер, конечно, это не акварель. Маркер вам, к сожалению, не даст таких нежных, тонких переходов, разливочек, которые, заливочек красивых, которые, возможно, акварели. Но, тем не менее, эту работу можно сделать достаточно интересной и такой живой, и живописной. Конкретно эти маркеры продаются на Алиэкспрессе, а стоят они сравнительно недорого. Значит, вот мы наметили наше заходящее солнышко и закатную лунную дорожку. Значит, теперь вот здесь, смотрите, наверху я вижу тоже какие-то легкие, перистые, золотистые облака. И вот таким вот приемом графики линия, мы с вами эти перистые облака намечаем. При работе маркером также очень важно попасть в такое понятие, как тональность. Кто не очень ориентируется в этих понятиях, напоминаю, тональность – это, значит, место композиции, которое светлее, да, и место композиции, которое темнее. Значит, вот мы наметили с вами солнечную заходящую дорожку. А теперь я предлагаю наметить вот это самое темное место композиции. Это наша первая скала на вот этом плане, да, которая коричневатая. Вот посмотрите, я считаю, что вот этот коричневый, как бы, он хороший, но он немножечко темноват. Нам нужны коричневые на выкраске вот этого спектра. Вот, я вот просто не успела подписать нумерацию, но здесь вот, если внимательно посмотреть, на каждом маркере стоит нумерация. Сто четвертый, например, вот видите, тридцать шестой. Вот, так что мы с вами будем так вот повторно открывать и пробуем. Так, намечаем. Значит, посмотрите, то есть горные вот эти вот склоны, да, вот эти вот я буду прорисовывать штрихами, какими-то такими более геометрично обостренными, да. Вот мы вот так вот постепенно начинаем с вами заполнять пространство. Вот, так, и теперь пока что понятно, да, что у нас гора, как бы, светловато. Вот, и постепенно меняя тон маркера, вот, я начинаю прописывать направление, направление скал вот этих вот горных массивов более, более темными оттенками. Вот, то есть маркеры можно, естественно, смешивать, как-то искать. Смотрите, сейчас вот я добавляю розоватый, розоватый маркер у нас немножечко подсох, но ничего страшного. Давайте возьмем вот здесь вот, где у нас льется свет закатный на гору, да, можно вполне розовым маркером. Вот, к сожалению, да, он у нас немножечко подсох, но ничего страшного. Вот так вот мы даем оттенок розового. Теперь, значит, между тем, что готово, мы должны найти какой-то промежуточный коричневый, то есть не такой светлый, как этот, и не такой темный, как коричневый, коричневый, каштановый, вот этот вот. Так. Соответственно, когда у нас выкраска с номерами, нам как бы проще с оттенками взаимодействовать. Вот. Выкраска номер, выкраска номер, и вы уже не думаете. Так. Вот я вот так вот тонким пером наношу вот эту вот линию, которая граница. Значит, сейчас серым полупрозрачным маркером я немножечко притушиваю, пригашиваю вот этот вот сильно активно коричневый, потому что здесь у нас скала, она такая более спокойная по цвету. Так. И теперь переходим на вот это темное пятно горы, которое у нас идет за ней. Вот посмотрите сразу, вот этот фиолетовый, он как-то рисковат немножко, поэтому я... Сейчас мы найдем оттенок, ну вот этот тоже такой синий, прям активный. Найдем оттенок более... Невозможно какой-то вот такой вот. Вот он. Значит, посмотрите, вот этот дальний план, да, вот эту дальнюю гору, мы ее, как обычными сначала фломастерами, вот так вот окантовываем, а потом мы ее немножко пригасим, ее немножко притушим оттенками серого и розового. Вот так вот. Вот так вот. Так, ну вот, примерно так. Значит, вот таким образом у нас постепенно образовалось два плана, да, то есть гора передняя и гора задняя. Так, теперь вот, значит, на фоне горы синий я немножечко усилю оттенок и детализацию вот этой вот горы коричневой. Какие-то складки каменные, что-то вот такое вот. Так, а теперь мы, знаете, что, наверное, мы с вами сейчас перейдем уже непосредственно на небо. Вот, здесь очень важно оттенок неба не перетянуть. Вот так вот. Так, вот смотрите, я для неба долго подбирала цвет. Вот, вот, остановилась на трех видов маркеров, просто потому, что в моем наборе вот оттенков красно-розового спектра их достаточно мало. А, значит, сейчас мы попробуем сделать какую-то приемлемую цветовую растяжку именно маркерами. Значит, начнем постепенно, начнем опять вот с нашего вот этого розового-розоватого полупрозрачного. Значит, вот таким вот образом мы заштриховываем. Я даже на это много времени не трачу. Я заштриховываю даже вот с такими, как бы, видите, промежутками белого оттенка. Потому что здесь пока наоборот не нужно такую плотность делать сильно. Вот, дальше, чтобы смягчить наш вот этот вот такой достаточно химический розовый, я поверх него вот заливаю вот такой вот желтоватый. Желтоватый оттенными какими-то мазками. Вот, и дальше, вот здесь вот я усиливаю вот это вот розовое свечение маркером. Вот, но у нас пока что такой вот достаточно цвет получается все-таки неприродный. Вот, смотрите, что можно сделать дальше. Значит, вот у меня на выкраске есть вот такие серые полупрозрачные. Вот, видите, да? Вот, что я сейчас попробую сделать. Открыть вот этот вот полупрозрачный оттенок серого. И вот таким образом все небо слегка его успокоить. Вот, потому что тут то же самое у неба важна тональность. И желательно его не перетемнить. Дальше. Вот здесь мы уже уходим на прием линии. На такие вот закатные, закатные оттенки. Вот. Смотрите, штриховку вот эту вот закатную я делаю такой. Достаточно разреженный. Потому что если красный маркер, он очень активный. И красный маркер важно тоже не переборщить. То есть у нас такая получается работа достаточно декоративная. Вот так вот. Можно немножко провести по границе. Света. Теперь посмотрите. Нам нужно сделать вот эту полосу. И она темнее моря. Сейчас мы к ней подберем серый оттенок. Ну да, вот, наверное, какой-то вот такой вот. Да, вот он. Вот мы вот таким образом здесь вот делаем некое такое размытие данного плана, который у нас находится на линии горизонта. Дальше я бы, наверное... Чтобы наше небо стало таким, а не таким полосатым, вот я, наверное, кое-кде вот здесь вот красным маркером, плоским вот таким вот разобью вот это пространство. Потому что тонкий красный маркер, он вот рисковат, конечно, вот так. Вот мы вот таким образом пространство сглаживаем. Такой нерв у нас получается. Закатный. Так. Что дальше? Дальше мы окончательно вырисовываем солнце. Солнце. Вот здесь вот. Где у нас остались какие-то такие выходы у неба. Можно ещё немножко его зажелтить. Зажелтить. Так. Ну вот. Примерно всё. Так у нас готово. Так. И можно кое-где опять добавить вот такого розоватого. Потому что, вот посмотрите, при наложении полупрозрачного розового на жёлтый, ну, именно в пейзажной такой тематике, на жёлтом розовый перестаёт быть таким сильным химическим оттенком. Так. Небо готово. Переходим на море. Так. На море переходим сейчас. Значит, что у нас с морем? Смотрите, главное выдержать вот эту вот градацию тона. Вот видите, тёмный. Тёмненький у нас. Вот здесь вот идёт дальний план. Тёмный. И вот здесь вот море. Оно прям такое должно быть светлое, вечернее. И чтобы нам это не передавить, значит, мы возвращаемся к нашему самому-самому светлому жёлтому. Так. Сейчас мы его достанем. И очень аккуратно, вот таким образом, да, широкий, широкой формой. Ну и вот так вот. Пространство на горизонте заливаем жёлтым. Да, ну, здесь дальше важно понять, ребятки, с чем этот жёлтый совместить, чтобы наш тон не получился слишком таким. Значит, я беру самые-самые маркеры полупрозрачные. Как мы говорили, мы выяснили, что это розовый и серый. Вот. Они даже рисуют полупрозрачные. Так вот, видите, да? Розовый и серый. Так вот мы часть пространства заполнили. Чтобы не запутываться, я сейчас этот розовый и этот серый вот отложу на стол вот сюда вот. Так вот, этот тёмный серый. Так, а вот это у меня, наверное, в руке. Светлый, серый. Нет, это не тот серый. Так, значит, подождите. Ага. Вот он. Так. Да, вот он. Значит, вот мы, опять же, мы притеняем вот этот оттенок, притеняем вот этот оттенок, чтобы убрать наш химический жёлтый и химический розовый. Мы это всё притеняем оттенками, полупрозрачного серого. Вот таким образом. Это полупрозрачность маркера. Она, конечно, чем хорошо, что она создаёт определённое такое ощущение акварельности рисунку, самому рисунку. Вот. Но, как бы, нужно обязательно пользоваться выкраской и обязательно вот эти вот цвета, как бы дозировать их, использовать очень осторожно, чтобы у нас не ночевая освещённость запуталась. Чётко соблюдать в композиции, что у нас светлее, что у нас темнее. Так, теперь вот этот корабль. Это тоже такое пятно коричневатое. Вот. Давайте разбираться, как его сделать. Например, вот здесь вот идёт у дорожки достаточно интересный контраст. Чтобы этот контраст подчеркнуть, я, пожалуй, сейчас вот ещё немножко вот здесь вот добавлю серого и розового, чтобы у нас этот контраст не исчез. Так. Вот. Дальше, смотрите, есть ещё в рисовании морского пейзажа очень такой интересный пример и понятие, что у нас все тени в воде, все отражения мы пишем вертикально. Вот, смотрите, я отзываю оттенок серого потемнее, да, и вот так вот аккуратненько, под корабликом, да, я, как бы, начинаю формировать такую аккуратную тенюшечку. Конечно, так же у нас есть запас вот здесь вот так, в районе горы. Мы берём такой промежуточный серый рисун. Такое вот предварительное отражение. Так. Теперь нам нужно почётче прорисовать сам кораблик, но ситуация такая, что сильно тёмно-коричневый мне бы тоже брать не хотелось, потому что он будет выглядеть кляксом. Ну, вот такой вот, такая тональность, я думаю, самая хорошая. Обратите внимание, маркер я открыла в острой стороне, потому что уже в таких мелких детальках, конечно, уже первым ничего особо не нарисуешь. Вот что мы вот так вот аккуратно тонируем. Рабрик носил, в кролике поносил и корону. Так, теперь вот посмотрите, мы ещё забыли про вот этот бережок. Можно его также, он в принципе такой условный, на дальнем плане засатанировать остриём коричневым. Так, ну, вот мы уже постепенно подходим к концу. Значит, теперь вот посмотрите, достаточно сложный вот этот промежуточный оттенок. Тут растяжка розоватого, которое у нас уходит в изумрудный. Давайте подумаем, какими нам маркерами это нарисовать. Значит, потому что наш розовый, такой тоже достаточно химический. Так, значит, по-любому серый. По-любому серый. И давайте посмотрим, какие у нас есть ещё оттенки. Ну, вот этот явно, вот он тёмный, этот не подойдёт. Так, жёлтого, жёлтый, 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 жёлтый. Ну-ка посмотрим. Жёлтый. Ну, жёлтый, пожалуй, да. Так, теперь красный. Красный, вот этот насыщенный, он по-любому нам здесь не поможет. Давайте посмотрим, что вот это за оттенок. А, вот этот вот, к сожалению, он засох. Так. Можно найти ещё какой-то более-менее такой полупрозрачный синий. Полупрозрачный синий. Давайте посмотрим. Даже скорее изумрудный какой-то. Так. Вот, ну, пожалуй, да, пожалуй, вот этот самый близкий. Так, я их пока откладываю в сторону, чтобы не запутаться. Но вам я советую вот выкраску подготовить по номерам. Это так гораздо облегчит работу. Да, добавим, да, вот такого травянистого зелёного добавим. Он, композиция, он вот этот химический синюшный оттенок, он пригасит немножко. Так. Да, и, наверное, вот такой вот тёплый серебристый. Посмотрите, он одновременно полупрозрачный, но достаточно насыщенный. Итак, поехали. Рисуем широкой стороной. Значит, вот я хочу сначала вот так вот всё подтонировать серебристым. Вот, теперь, так, теперь, немножечко вот здесь, как есть в композиции, мы добавляем оттенка синего. Вот, уже, вот, посмотрите, когда вот этот синий ложится по серому маркеру, он становится уже достаточно таким сдержанным. То есть, он не выглядит уж совсем таким искусственным. Вот здесь, вот, посмотрите, идёт тень от островка, да, от островка зеленоватая. Значит, добавляем зелёного. Вот, немного, да, вот, чуть-чуть, ну, вы это постепенно почувствуете. Вот, чем эта техника интересна, что практически каждый в ней может найти своё настроение. свой штрих, свою линию. Вот, я уже на канале говорила о приёмах графики. Вот, их существует всего четыре. Это пятно, точка, линия, штрих. И это очень здорово, когда абсолютно любой человек такими скромными средствами может себя выразить. это замечательно. Найти свою линию, свою точку, свой штрих. Вот, и сделать какой-то подарок, открыточку, да, новогодний. Просто порисовать с детьми для души. Так, ну вот, постепенно практически уже наша картина, наш такой скетч, эскиз готов. Вот, возможно, я, да, сейчас я, наверное, знаете, что сделаю вот этим тонким, тонким маркером. Вот этим вот, вот здесь вот намечу такое течение, может быть, волн. Сейчас мы попробуем как-то их сделать. Такие волны, которые у нас расходятся. Вот. Вначале я говорила, да, что, возможно, мы используем черный линер, но так как фломастеры тоже могут делать достаточно интересные линии декоративные, здесь мне кажется лишним. Так, немножечко сейчас мы еще вот коричневатым каким-то, да, сейчас мы немножко проработаем вот здесь тилем. маркеры чем именно интересно, что они за счет вот этого двойного стержня они позволяют делать и прием точка, и прием линия, да, и вот какую-то такую легкую скользящую графику. Вот. Так что все, мы потихонечку заканчиваем. Работа уже практически готова наша. Кораблик сделан. Немножко усилим тень еще на кораблике. Так, ну, пожалуй, все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Ну что, дорогие мои, сегодня мы с вами нарисовали наше море, наш эскиз в технике скетчинга, маркерами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего хорошего. Игорь Негода.